Мой вам эфиопский привет! Вы смотрите большой выпуск A1 News. Сегодня мы расскажем вам о самых громких событиях в мире музыки, произошедших за неделю, а также о самых интересных концертах и фестивалях, прошедших в столице и далеко за ее пределами. В сегодняшнем выпуске. Мумий Тролль путешествует по Америке. Эксклюзивные кадры из первых рук. Радио Хэд впервые выступит на церемонии вручения Грэмми. My Chemical Romance выпустили новый сингл. От кухни в Питере до дворца спорта в Москве рэперы Крэг покоряют необъятные просторы столицы. Oasis получили 8 номинаций премии New Musical Express. Slipknot не сомневаются в том, что займут место металлики на пьедестале рок-музыки. Герой нашего времени Николай Воронов смело шагает с маленьких экранов Ютуба на широкие телеэкраны. Сигур Рос выпустили бесплатный альбом в качестве приложения к газете. Лютые дедкорщики The Black далее Murder добрались до столицы. Пит Дуэрти выпускает сольный альбом. Скотт Уэйланд запустил собственную линию одежды. И еще много сюрпризов. Итак, поехали! Группа Муми Тролль сейчас находится в дуре по Северной Америке. Мы будем знакомить вас с эксклюзивными кадрами из первых рук. Итак, эпизод первый. Вашингтон. Поехали! Кто не мечтает, чтобы его жизнь была похожа на кино? И вот наш с вами общий знакомый дядя Илья из города Владивостока домечтался таке. Этой зимой его жизнь превратилась в настоящий приключенческий триллер в лучших американских традициях. За два часа до приезда в город Вашингтон. Дело в том, что промоутеры Agency Group вдруг обнаружили необычайно возросший интерес к международной рок-сцене. И вот первая ласточка. Муми Тролль горделиво пересекают Соединенные Штаты с запада на восток, от Вашингтона до Орегона. Их выступления в самых настоящих прокуренных рок-клубах Америки вы непременно зацените в последующих выпусках новостей. А пока все мысли Ильи с новым чернокожим президентом. Новому президенту наш новый подарок. Мы решили ему положить в конвертик вот этот диск группы Муми Тролль, который мы ему подпишем. Этот диск, который Барак Обама получит в подарок, простые смертные смогут заполучить по окончанию турне группы. Именно тогда выйдет релиз под названием «Кампари Амбассадор» с песнями на русском языке. Так парень из российской глубинки сподвигнет американцев разучить русский язык. И, наконец-то, уж мы их язык учили достаточно долго. Радио Хэт впервые выступит на церемонии вручения Грэмми. Группа уже дважды удостаивалась этой премии в номинации «Лучший альбом альтернативной музыки» в 98-м году за диск «Окей компьютер» и в 2001-м за «Кит Эй». Но Радио Хэт еще ни разу не выступали на Грэмми. В этом году группа представлена в пяти номинациях. Альбом года, лучшее выступление, лучшая рок-песня, лучший альбом альтернативной музыки и лучшее видео. Помимо Радио Хэт планируется также выступление Пола Маккартни, Кенни Уэста, Джей Зи, Колд Плей, Лила Уэйна и других звезд. Напомним, что церемония награждения победителей Грэмми состоится 8 февраля в Лос-Анджелесе. Музыкальная премия Грэмми присуждается ежегодно с 58-го года Американской Академии Звукозаписи. Грэмми вручается по 108 категориям в 30 музыкальных жанрах. Сигур Рос выпустили альбом в качестве приложения к газете The Independent. Пластинка исландцев под названием «Woo Play and Leslie» увидела свет 31 января, в день выпуска субботнего номера газеты. В диск войдут 9 композиций с разных альбомов Сигур Рос. Напомним, что с момента своего основания Сигур Рос выпустили 5 полноценных студийных записей. Последняя на сегодняшний день пластинка группы вышла 23 июня 2008 года. В рамках тура в поддержку альбома они впервые добрались до России, дав незабываемый концерт в переполненном под завязку B1 Maximum. Лютые снаружи, но ужасно добрые внутри. Деткорщики The Black Dahlia Murder посетили столицу. Смотрим сюжет Чака. Своим зловещим названием группа The Black Dahlia Murder – убийство черной орхидеи обязана одному из самых громких криминальных дел в истории Америки, связанным с хладнокровным убийством американской актрисы Элизабет Шорт в конце 40-х годов, которая так и не была раскрыта. Мы решили узнать у музыкантов Black Dahlia Murder, не в курсе ли они, кто же все-таки убийца. Я не знаю, я не следователь, но об этом деле написано множество книг и есть много теорий, но я не могу точно сказать. Я не думаю, что его вообще когда-нибудь найдут. Вообще для американцев это не просто убийство. Обычная девушка приехала в Голливуд, стала актрисой, а потом ее хладнокровно убивают. Это убийство всей американской мечты. Продолжая тему «Американской мечты», нам стало интересно, кем они мечтали стать в детстве. Ну, когда я был совсем маленьким, я хотел быть гонщиком. А так, я был ребенком, который постоянно играл на воображаемой гитаре, и в молодости я постоянно тусил во всяких группах. Но я даже представить себе не мог, что буду музыкантом и приеду в Россию. Это круто. На данный момент Black Dahlia Murder считается одним из флагманов американского метал-андерграунда. Нам стало интересно, не планируют ли парни вторжение в мейнстрим. Мне кажется, мир еще не готов принять нас как мейнстримовскую команду. Да и сами мы не собираемся становиться мягкими, как дерьмо школьника. Мы играем музыку так, как считаем нужным. И нам достаточно, что те люди, которые ходят на наши концерты, счастливы. А сколько этих людей, это уже не так важно. Приезд детройтских металлистов в Москву стал настоящим событием, которое взбудоражило российский альтернативный андерграунд после продолжительных новогодних каникул. Наша съемочная группа не могла остаться в стороне, устроив заморским гостям экскурсию по Москве с традиционным шапко-шоппингом и осмотром местных достопримечательностей. Парни настолько прониклись гостеприимством, что даже решили увековечить свое пребывание в России посредством нанесения на свои тела фирменных напарюх в виде серпа и молота. Перкуссионист Липнот заявил, что они не сомневаются в том, что займут место Металлики в истории рок-музыки. В одном из недавних интервью Крис Фен нескромно заявил. При всем нашем уважении к музыкантам Металлика стоит признать, пришло время потеснить их на Олимпе рок-музыки. И это сделаем, конечно же, мы. Нужно признать, мы еще не записали своего лучшего альбома, каким был для Металлики черный альбом 91-го года. Но подождите немного, и мы сделаем это. Слепнот скоро переплюнет любую группу, собирающую сегодня стадионы по всему миру. И мы постараемся успеть сделать это до того, как мир покатится ко всем чертям. Что ж, заявление вполне амбициозное. Поживем, увидим, будет ли оно иметь воплощение. My Chemical Romance выпустили новый сингл. Трек под названием Desolation Row на днях был запущен в эфир радиостанции в Великобритании. Песней является кавер-версией классического хита Боба Дилана. Desolation Row войдет также в саундтрек к экранизации культового комикса The Watchmen от режиссеров Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Трек будет доступен для скачивания с 9 февраля. Тогда же он выйдет на виниле ограниченным тиражом 3000 копий. Саундтрек The Watchmen появится на прилавках 23 февраля. Пока, правда, только в Великобритании. Уже сейчас композицию можно прослушать в онлайн-режиме на официальном сайте радиостанции XFM London. Подробности смотри на нашем сайте в разделе A1 News. Герой нашего времени Николай Воронов смело шагнул с маленьких экранов Ютьюба на широкие телеэкраны. Всем привет, меня зовут Коля Карасев, и сегодня у нас на повестке дня очередной интернет-феномен. Николай Воронов в своем видео на Ютьюб сказал, это мой будущий хит «Белая стрекоза любви». И теперь это действительно хит. Сколько народу собралось селикую. Любовь к Николаю и его творчеству, как видите, доходит до настоящего фанатизма. На концерте в замкадовом клубе «Роксбери» угорали все, без возрастных ограничений. Да что тут говорить, смотрите сами. Я рад, что я в Балашихе с вами вместе! Если вам еще почему-то кажется, что все это степ, трэш и издевательство над диковатым исполнителем, предлагаем вам послушать мнение самого автора. Не мальчика, но мужа. Я думаю, что кто что говорит, некоторые насмехаются, некоторые говорят то, что хотят. Просто нет, но приятно всегда доставить удовольствие публике. Это очень приятно. Артемий Троицкий сравнил Николая с Элтоном Джоном в музыкальном смысле и Джерри Ли Льюисом. Он же является автором и олицетворением идеи отправки Коли на Евровидение. На концерте поклонники оставляли свои подписи в пользу этого революционного прорыва на европейскую музыкальную арену. Здесь будет позитивно, это главное, это будет хорошо всегда. То есть не знаю, я думаю, что я не попаду, то есть как бы это вообще невероятно. Я говорю, что дерево шкуры не убитого медведя, но просто вдруг получится. Будем надеяться и ждать. Спасибо большое. Мы тоже будем надеяться. Удачи. Оэзис получили 8 номинаций на премию New Musical Express. Музыканты стали бесспорными фаворитами церемонии 2009 года, претендуя на победу в категориях. Лучшая группа, лучшая концертная группа, лучший альбом, лучшее видео, а также лучший блок группы и худшая группа. Кроме того, лидер Оэзис Ноэль Геллахер номинирован на звание Герой года и на награду в категории Лучший наряд. Фронтмен Arctic Monkeys и The Last Shadow Puppets Алекс Тернер претендуют со своими проектами в общей сложности на 6 статуэток NME Awards 2009. По 4 номинации получили группы Radiohead, Kings of Leon и Vampire Weekend. Напомним, что церемония вручения наград NME пройдет 25 февраля в Лондоне. На следующий день состоится большой концерт в рамках премии, на которой выступят The Cure, Франц Фердинанд, Crystal Castles и White Lies. Полный список номинантов премии можно увидеть на нашем сайте в разделе A1 News. Томми Ли возрождает Methods of Mayhem. Барабанщик Мотли Крю Томми Ли реанимирует свой старый проект. По словам музыканта, у него уже накопилось достаточно материала для нового альбома. Напомним, что дебютная пластинка группы, выпущенная в 1999 году, разошлась тиражом более миллиона экземпляров. Приступить к работе над диском Томми планирует по завершении тура Мотли Крю, последний концерт в рамках которого состоится 31 января в Калифорнии. Презентовать новую работу Methods of Mayhem он планирует уже летом сего года. Как обещает музыкант, грядущая пластинка его сайт-проекта порадует публику электронно-танцевальным хард-роком. И в отличие от дебютника, хип-хоп-составляющая на сей раз будет совсем несущественной, добавляет Томми. За время бездействия группы Мотли Крю Томми Ли дополнительно к Methods of Mayhem успел выпустить два сольных диска Never a Dual Moment 2002 года и Tommy Land the Ride 2005. От кухни в Питере до Дворца спорта в Москве. Рэперы Крэг покоряют необъятные просторы столицы. Люди верили нам, наша страна, океан, а города это острова. Не страдай фигней, ведь важна не пострадать щитки. Ну вот, значит, мы приобщились ко всей этой тусовке. Супер, мега-звездная. Кобзон, да, мы вместо Кобзона теперь. Кобзон простей. В масштабах нашей Родины Крэг это даже не музыкальное явление, а явление социальное. Каждый находит в их творчестве что-то близкое и интересное. Концерт получился атмосферным. Большое помещение Дворца спорта как будто мерно раскачивалось такт-ритмом. Ну это, по-моему, самая большая сцена была в моей памяти. По размеру очень большая. Плюс эти ступеньки вниз. Это круто, мне понравилось. Kitchen Records выступали в золотом составе. Асай, Фьюз, Марат, маэстро Эйсид. Для разогрева Фьюз прочитал несколько темс-чек. Как огромная пирамида вчера была. Филя, держись. И теперь мужники под хип-хапом, поэтому следующая жертва, она неизвестна, но она обязательно не будет. Мы осветили это место своим присутствием. Коля Карасев, Денис Яров, Андрей Митрофанов, A1 News. Фронтмен Stone Temple Pilots запустил собственную линию одежды. Скотт Уэйланд объявил о выпуске собственной серии одежды «Wayland for English Lone Dry». Образцом для коллекции послужила мода 60-70-х годов. В том числе стиль одежды The Beatles, The Rolling Stones и The Kings. В коллекции представлены жилетки, рубашки, штаны, шляпы, галстуки и шарфы. При создании одежды использовалась такая же ткань, как и в обозначенный период. С самого начала я вдохновлялся такими звездами рока, как Дэвид Боуэй и Кит Ричардс. Их образы помогли мне выработать свой собственный стиль, заявил Скотт Уэйланд. Показ коллекции состоится 17 февраля 2009 года в Лас-Вегасе. Пит Дуэрти выпускает сольный альбом. Фронтмен Baby Shambles готовится представить публике свой дебютный сольник, название которого пока не сообщается. Однако дата релиза уже известна – 9 марта сего года. Впрочем, пока только лишь в Великобритании. К участию в работе над диском были также привлечены коллеги Пита по Baby Shambles и гитарист-блёр Грэм Коксон. Продюсером альбома стал Стивен Стрит, известный по работе The Smiths, Blur и Kaiser Chiefs. Первым синглом с альбома станет песня Last of the English Roses, которая увидит свет за неделю до релиза пластинки. Напомним, что о начале работы над своим сольным альбомом Пит Дуэрти сообщил еще в начале прошлого года. Однако вскоре ему стало не до музыки. Весной 2008 года музыкант отправился в места не столь отдаленные по обвинению в хранении наркотиков. Похоже, этот случай отрезвил Пита. После выхода на свободу музыкант более не светится на первых страницах таблоидов в связи с очередным наркотическим трипом, а занимается музыкой. Альтернатива есть не только в столице. Подтверждение тому фестиваль – открытый звук в городе Пенза, на котором имели счастье побывать мы с Михой. Здравствуйте, мальчики, девочки и те, кто еще не определился. Мой вам эфиопский привет. Меня зовут Меха, человек с самой фиговой дикцией на всем российском телевидении. А я Юкли, мы находимся в городе Пенза, и сейчас мы расскажем вам о конкурсе фестиваля «Открытый звук». Ура! Вдруг бывает не только пук, но и фестиваль «Открытый звук», который не так давно прошел в Пензе. В первом туре участвовали 34 команды, и только 10 вышли во второй, выступления которых мы имели честь лицезреть. Масштаб фестиваля, скажу я вам, действительно впечатляет, и это во время финансового кризиса. Мы начали до кризиса, поэтому вот и фестиваль-то, можно сказать, начался, состоялся. То есть мы начали вовремя, до Нового года, то есть самый трудный период пришелся вот именно на конец 2008 года. Поэтому сейчас по накатанным уже отобраны все команды нами, то есть все изумительно замечательно. То есть осталось только закончить все это дело. По итогам второго тура были выбраны три коллектива – это «Контузия», «Сумерки» и «Инмолшн». Кто-то из этих трех команд получит звание главной рок-группы Пензе или ПМЗ. Ну мы определим тот основной коллектив, который и будет представителями от Пензе, то есть на всех основных рок-площадках страны, куда мы сможем их делегировать, приглашать, отправлять, приниматься. То есть они окажутся в самой гуще событий в концертной деятельности. С теми, кто доптал сцену второго тура, работал стилист, помогая, я подчеркиваю, помогая найти свой сценический образ. Ведь концерт, как я неоднократно говорил, это не только пища для ушей, но и для глаз. Все музыкальные коллективы играли разную по своей сути музыку, но что их объединял – это то, что они делали это искренне. Победитель этого умопопочительного фестиваля приедет к нам в гости и примет участие в съемках одной из программ. Отдельное спасибо хочется сказать Олегу и Вове, которые помогали нам в съемках этого сюжета. Все, всем спасибо, всем пока. С вами были Юкли и Миха, специально для вас и A1 News. И помните, мы любим вас, но не всех. Вот это номер. Arctic Monkeys планирует выпустить новый альбом летом. Шеффелдские инди-рокеры завершают работу над своим третьим по счету студийным альбомом. По словам музыкантов, запись материала уже практически завершена, остались только сведения и мастеринг. Если не случится никакого форс-мажора, пластинка увидит свет летом этого года. Напомним, что запись проходила на студии лидера Queens of the Stone Age Джоша Ома. Он же выступил и в качестве продюсера лонгплея. В конце прошлого года Arctic Monkeys вернулись в Великобританию, чтобы заняться доведением записи до ума. В ходе своих выступлений в 2008 году музыканты уже успели представить слушателям ряд новых песен. А вот станут ли они частью нового диска, сие пока неизвестно. Если вы чем-то больны, не спешите расстраиваться. Быть может, вам очень даже повезло. Мне кажется, одним диагнозом тут не обойтись. Проект во главе с легендарным маразматиком Алексеем Раховым. Ее профессия – актриса. Группа «Снега» специально для телеканала «Эй, Лан». Я балерина. Проект «Снега» – это типичное порождение Петербурга. С его вечной тягой к разрушению стереотипов, эпатажу и театральной эстетике, к настойчивым напоминаниям о том, обо что сегодня принято спотыкаться. Они показывают любовь, ослепляюще демонстрируют ее порой чудовищной современной формы. В общем, «Снега» – это конфликт. Нас обвиняют в перенасыщенности сценического действия. Поэтому у нас каждый концерт – такая провокация. А мы, в общем, и живем так же. Все по-честному. Все по-честному. Как на сцене, так и в жизни. Артем Троицкий тем временем величает группу «Снега» интригующим новым именем. А музыкальные издания определяют ее как самый неординарный питерский проект нового века. И хотя, по сути, девушки творят себя вполне самостоятельно, они не без взаимности боготворят своего творческого покровителя Алексея Рахова, известного по группам «Странные игры», «Ном» и «Дедушки». Наконец-то мечта сбылась. Вокруг одни женщины. Ближайшие концерты «Снега» дадут 11 февраля в столичном клубе «Артефак» и 12-го в клубе «Джауда». Альтернатива есть. Всем привет. Мы вас смотрим. В Лос-Анджелесе устроят тур по местам Тома Уэйтса. Американская компания «Эзотурик» предлагает автобусный тур «Лос-Анджелес» Тома Уэйтса по местам города, связанным с жизнью музыканта. Четырехчасовая экскурсия предлагает поклонникам Уэйтса посетить места, которые так или иначе повлияли на его творчество. В программе тура – посещение любимых ночных клубов музыканта, закусочных, кинокомпаний и звукозаписывающих студий. Гидами тура выступают Дэвид Сме и Ким Купер, авторы биографии Тома Уэйтса. Первая экскурсия автобусного тура «Лос-Анджелес» Тома Уэйтса состоится 28 февраля. В теплой, домашней, почти кухонной обстановке прошла презентация нового альбома группы «Комната». Привет! Наша группа называется «Комната», а альбом называется «Игра в любовь и дружбу». Вот, писали этот диск мы два года, начали в 2007 году. Получился он очень таким романтичным, легким. Обнародовать пластинку группа решила в магазине «Республика» среди современных книг, фишай фотоаппаратов, виниловых пластинок и других модных девайсов. Небольшое концертное пространство было переполнено, оказалось немало желающих послушать знакомые и новые песни. Что касается песен, это как бы не новые песни, но как бы хорошо проверенные старые. Мои люди могли слышать их на концертах, но теперь они могут услышать их и на записи. Об актуальности мероприятия свидетельствует то, что на нем присутствовал Дима Бист в качестве свободного оператора. Сейчас вы видите его мохнатые руки. Но что-то мы отошли от темы. Кстати, концерт был акустическим, тем больше резон послушать электрический альбом. Люди долго ждали акустический тоже сет наш. Мы очень долго не играли в акустике, потому что мы стали полноценной группой и пять человек с барабанами и с басом. Очень давно, кстати, не играли в акустике. Да, сделали сюрприз слушателям. Коля Карасев, Денис Яров, Ava News. Пиджей Харви записала музыку к бродвейской постановке. Полли Джин записала музыкальное сопровождение для бродвейской постановки пьесы Генрика Ипсона «Геда Габблер». «Мне всегда хотелось написать музыку для театральной постановки или для фильма. Просто до этого ничего подобного мне не предлагали», — заявила Харви. Исполнительница рассказала, что часть музыки была создана при помощи экспериментов с гитарным эффектом «Фидбэк». Кроме того, в пьесе звучат мелодии, исполненные на пианино, а в финале можно услышать звуковые эффекты, похожие на радиопомехи. Тем временем, 30 марта ожидается выпуск нового диска «Пиджей Харви» и «Women and Men Walked By», записанного в сотрудничестве с Джоном Перришем. А в апреле и мае планируется концертный тур в поддержку этого релиза. Струнная теория в действии. На представлении в актовом зале побывала Лила. Струнная теория — это направление математической физики, изучающая динамику не точечных частиц, а одномерных протяженных объектов, так называемых квантовых струн. Эти сухие научные слова обрели музыкальное и танцевальное воплощение в актовом зале, перформансе в лечении звука из. Была идея соединить танец и музыку, и мы решили, что действие музыки должно быть полностью оправданным, чтобы это не было просто каким-то музыкальным оформлением или атмосферным каким-то звучанием, а чтобы музыкант принимал непосредственно участие в создании ткани, действий или перформанса. Звук, извлекаемый непосредственно во время перформанса Татьяны Гордеевой, фиксируется и в ЭМ. А затем колдовство и различные манипуляции Николая Судника преобразуют его в реальном времени в музыкальное полотно, различное на каждом спектакле. Это абсолютно живой перформанс, потому что это то, что как бы вот именно действительно здесь и сейчас возникало, мои там действия, решения. Нужно сказать, что я не воспринимаю музыку как что-то такое, что я слышу извне. И в спектаклях, когда я брала музыку Николая Судника, это все равно вещь, которая идет изнутри меня, и поэтому я беру вообще и предпочитаю в тишине танцевать. Представление состоялось в рамках презентации CD Padded Ra адепта экспериментальной шумовой музыки Николая Судника. Необычный перформанс стал удачной попыткой избежать использования музыки только в качестве звукового оформления к спектаклю, представив ее самостоятельным и очень важным элементом. Вы смотрели большой выпуск A1 News. С вами была Юкля. Я желаю вам только хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok